ну что ж дамы и господа всем привет с вами как обычно дмитрий мы сегодня начнем гонять в хацу фаренфо мод за new order снова на этот раз мой выбор пал на сша собственно за сша мы и погоняем уже определился я с путем он будет довольно коротенький но это в принципе и понятно потому что в первую очередь я ставил цель сделать параллельную небольшую каточку параллельно тому что сейчас в кайзере за бразилию идет другое дело что на заднице придется геморрой отращивать очень долго чтобы этого человека привести но в принципе ладно сделаем в принципе по моему субъективному мнению тот кто придет тут в концовке станет героем собственно всей катки этого человека и заслуживает сша в данном мире депрессника и безысходности у сша есть свое собственное описание можете на стоп-кадре его посмотреть что же тут было все это время пока нацики развлекались с европкой и инфа о регионе тоже есть про гаяну могут рассказать про канаду по исландию по мексику особенности мода это и все ясно и инфа о нем тоже серьезно свобода который не будет ух сколько фокусов то сразу уже у него вкачано это забавно вообще непонятно зачем их в принципе тогда-то вкачивать могли бы сразу какие-то дополнительные вещи поделать и все а тут что-то какая-то печальная печаль касаемо зачитывание зачитывать будем только и венчики которые коренным образом повлияют на наш путь то есть будут приводить нас к нашей цели о боже мой наведить как меня вот это вот все вымораживает вот такие вот механики но ладно это нытье казуала не воспринимайте всерьез по решениям тут о увеличить единство нпп нужная вещь кстати национал прогрессивная партия у и можно царушниками заниматься всякие вещи проводить тренировки исследования может быть тоже поделаем ну и как я сказал по поводу ивентов по поводу фокусов точно так же когда дойдем до человека тогда фокусы посмотрим а сейчас смысла особого и нет к тому же за сша скорее всего будут еще катки вот тогда и глянем а сейчас вперед в аутизм еще на детальку ли это все-таки прохождение придется пояснить по поводу того что определять будет наш путь начнем мы с вот этих оставшихся фокусов у них есть мечта раскол дальше кеннеди и закон о гражданских правах в дилемме избирательного нашего процесса придется оставить америку сильной и свободной голосовать за республиканцев и демократов никаких нппшников по крайней мере пока и доступна компания только мы можем просто щелкнуть чтобы убрать это все и конечно же можно тут кучу всяких вот аналогичных тому что у нас были вятки компаний привести избирательных вот наконец-то и речь мартина лютера кинга младшего она разблокирует нам нужные фокусы у них есть мечта а дальше качать в принципе и нет возможности опять надо ждать видимо какой-то ивент вот еще один ивент для открытия фокусов дом разделенный все еще с южанами мы имеем определенные разногласия и вот наконец-то можно двигаться по пути закона о гражданских правах в сенате застой снова сопротивление со стороны консерваторов по поводу закона но все-таки многие эксперты считают что шансы пройти в этот раз у него есть потому что он с авторством кеннеди все любят кеннеди посему мы можем докачать свой фокус еще одна дилемма я и зачитаю потому что здесь все таки упоминается наш главный герой уличные разговоры двое молодых людей прогуливались по улицам лос-анджелеса греясь на полуденном солнышке но тема их разговора была мрачной так вы слышали она с иском шпионе которого поймали в нью-йорке они говорят что он пытался связаться с людьми йорке это безумие не так ли ответил тот я знаю что они ненавидят японцев черт кто же их не ненавидит но я никогда не думал что они окажутся в постели с фрицами шпион просто связался с ними никто не говорит что они на что-то согласились продолжал первый у этих двоих как и у многих других в калифорнии были свои симпатии к нпп в конце концов все в лос-анджелесе или в районе залива жили всего в нескольких милях от унизительного напоминания о 1945 годе и нпп были единственными кто казалось был заинтересован в возвращении портов он повернулся к своему другу и спросил как ты думаешь йорке был в этом замешан или нет конечно же звучит как коммунистическая чушь а закон о гражданских правах конечно же принят таким образом сегрегация меняется народные права южные демократы заявляют о том что они теперь за нпп нпп смещается вправо а вот и экшон ну точнее не совсем экшон потому что мы должны будем слиться выбираем марионеточный режим из гаяны и объявляем войну гаяне нпп немножечко вырастет в плане популярности я так подозреваю что чтобы нам с вами слить эту войну достаточно просто какое-то время не высаживаться в гаяну будущее рок-н-ролла да тут ивентов конечно хоть задницы жуй всех мастей на любой вкус но из-за того что карточка не очень большая будет жизнь продолжается у нас базе лиц нам помогают я зачитку проводить вот этих ивентов не связанных с нашим героем не буду у гаяна кстати всего четыре девки так что по понятным причинам шансов у него б 0 вообще ноль нашим номинантом в суде станет конечно же пока дядька консервативного толка все сенатские результаты окончательно объявлены давай ка посмотрим что вообще получилось ой получилось конечно дичь лютейшая у республиканцев совсем печаль демократы забрали достаточно много штатов ну и на юге удивительно в скобочках нет ультра правые пользуются популярностью а вообще по сенату 35 человек сидит в национал прогрессивном толке и пока ни одного ее киста ни одного левака ух вторжение мадагаскар горит только мы вмешиваться туда не будем по той простой причине что в этой ситуации нам нужна полная внешнеполитическая импотенция забавно хотим мы этого или не хотим все равно какой-то мандат появится правительство мадагаскара но хотя бы пока не наш член двухпартийная система это конечно клёво но пришло время кое-что все-таки нам изменить а вот это зачитаем гаяна и голиаф сегодня рано утром лидеры двух стран гаяны и сша встретились чтобы обсудить условия мира эта новость последовала за ошламляющей серии неудач поражение тупиков с которыми столкнулись неподготовленные американские военные во время вторжения в маленькую карибскую страну президент гаяны форбс бирнхэм заявил что это было поистине удивительное проявление стойкости и силы гаяны рассказ о том как малые могут победить сильных президент никсон планирует вернуться в штаты после завершения мирных переговоров война в гаяне как ее сейчас называют продолжалась чуть более пяти месяцев и стала исключительно не популярный как только американские войска остановились после первоначального успеха господи мы вообще никого сюда не посылали вы что несете то гаянские солдаты оказали ожесточенное сопротивление и сейчас наша нация скорбит о потере такого количества людей из-за такой малости никого вообще не потеряли отлично гигантское количество людей которых мы наоборот не потеряли и какой смысл скорбеть многие рассматривают эту войну как еще один пример неспособности к управлению администрации президента никсона сам президент однако воздержался от комментариев и отказался сделать какие-либо публичные заявления по поводу унизительного поражения американских войск уильям роджерс выключает телевизор и глубоко вздыхает бернхэм действительно сделал это он победил великана гаяна и голиаф акция по наведению порядка провалилась просто еще один гвоздь в крышку гроба администрации никсона нпп становится популярнее у нас с вами теперь они меня запомнят надо положение кеннеди выправить некоторые вещи лучше оставить невысказанными порадуем ямайцев пожалуй в вопросе независимости попробуем рассмотреть возможность обернуть авантюру бустаманта независимости против него самого скорее всего победит ямайская независимость ведь не точно демократия во всей красе вмешательство можно в ямайской референдум использовать но делать мы этого не будем действуйте быстро решительно какая-то еще пандемия из-за мадагаскара случилось видимо отсылочка на ковид что и требовалось доказать ямайка без нашего вмешательства провозгласила независимость и еще одно наше фиаско это победа второй филиппинской республики конец федерации ну конечно же мы ничего не можем обещать пусть разбираются сами началась движуха в южной африке и ее тоже надо бы слить технологию получили но помогать южно-африканском союзу мы не будем маленькие 11 выстрели авист индия получается сама по себе решила остаться федерации и нам нужно сплотить в сн появляются фокусы на африку видимо до дополнительные да или да она да наш священный долг но делать мы этого не будем а кстати нет слушай нам надо будет это дело докачать там бонусы дадут и видимо какие-то обязательные вещи тут есть да по поводу сплоченности в сн надо сейчас будет это сделать здесь фокусы подкачаем оперативные отчеты цру получаем и все это подкачивать будем другое дело что вроде бы слить все равно можно будет несмотря на то что эти фокусы подкачаны то есть нам воевать прямо железом и кровью в южной африке не нужно и начинается сезон президентских выборов до ноября далеко но все-таки президентские выборы и их прогнозы начинают появляться плюс сезон выборов первого класса сенаторов сколько понимаю надо снова оставить америку сильный свободный голосовать за республиканцев демократов чтобы не слишком быстро нппшники победили нам нужно будет чтобы они только через 8 лет пришли к власти не сейчас и на долгожданном южноафриканском саммите мы разозлим популистов африка не заслуживает того чтобы за нее проливали кровь в общем то случилось то что и должно было случиться бунт косок и ричард никсон уходит в отставку меняется дарил фокусов президентом становится и джин кеннеди и насколько я помню надо нам в первую очередь устроить встречу с людьми что и требовалось доказать джона кеннеди завалили и пришел к власти некто джон маккормак ну и немножко шизы будет в президентстве маккормак а нам надо будет в дилеммах выбрать сначала наследие никсона а затем выбрать что он был жуликом тем временем южная африка ну совсем и печально становится и мы уже даже эвакуировались из кейптауна конец а южная африка потеряна люди стекаются толпами к нпп но к счастью вроде бы фокуса можно быть докачать по нужному пути а вот и наш кстати следующий президент премьерист на выборах в нпп но пока еще не президент пока еще кандидат джордж уоллес национал прогрессивная партия выдвигает его сможет ли он провести нпп в белый дом ну конечно же сможет но немножко потом ну а кандидатом республиканцев станет ну наверное не беннет наверное л джей и момент истины сегодня по всей америке десятки миллионов людей выстроились в очередь в церкви библиотеки школы и общественные центры чтобы воспользоваться полом голоса и в конечном итоге национал прогрессивная партия получила 364 голоса и победителем выборов стал джордж кей уоллес но он пока еще не у власти ну и параллельно выборы в сенат закончились посмотрим как вообще дела у нппшники проникли даже в калифорнию самую так сказать позитивно гномистскую территорию сша 22 января примерно в это время начинается традиционная инаугурация президента давайте все здесь перетряхнем и и появляются национальные фокусы и джордж уоллес конечно же приходит к власти президентство уоллеса это довольно обширное древо гигантское я бы даже сказал но качать здесь нужно опять же далеко не все надо в первую очередь зарашить школу янки ну и вот вам мировой ивент вдогоночку годы прогресса которые скоро будут сведены на нет джордж уоллес стал президентом сша в это же время германия бормана побеждает германию геринга и последний противник у него гейдрих удивительно но он дожил до самой последней фазы гражданки в германии а в парагвай вообще какая-то дичь происходит в парагвай снова происходит война аналогичная то что было в 19 веке бразилия уругвай аргентина все вторглись в парагвай несчастный почему что-то даже ивент не выскочил и все-таки очередная революция подавлена че гевара обещал не сдаваться и не прекращать борьбу ясно понятно кто принимал там участие во всем этом попилили короче говоря бразильцы и аргентинцы бразильская зона такая вот аргентинская зона вот такая вот и что-то там еще внутри есть а еще уругвайская зона есть уругвай там вообще по сути нихрена не делали вероятно потому что у них наверное парохода войск то нет но да а борман официально победил в гражданке в германии мир вернулся буча в индонезии началась индонезия зовет но поскольку в этой ситуации в этой катке сша максимальный внешнеполитический импотент мы никого еще умирать отправлять не будем и мы развили местное самоуправление власть штатов скоро будет узаконенной это станет победой но сперва нам придется приглушить немножко сегрегационную политику покачать вот эти фокусы замечательные до самого конца и затем уже вернуться к другой ветке и также начинается битва за италию за итальянцев можно в принципе и по батлить и нашему герою это понравится потому что италия не совсем позитивистская в этой ситуации оказалось поэтому почему бы и нет это чем-то похоже на битвы когда гоняешь за бормана только вместо игральных карт тут такая пирамида так что будем повышать наше влияние и одновременно значительно уменьшать японская пп у нас много поэтому вот так у нас меньше четырех очков очень больше давай тоже это кликнем ну и все итальянскую независимость декрисис понижает тогда мы проспансируем еще механизацию продули мы немножко по вопросу о сельхозе но сейчас выбрали уровень инвестиций может быть победим в этом вопросе ну а сезон выборов сенаторов конечно же голосуем за нпп в этот раз о америка победила в вопросе по инвестициям за свободу и справедливость а вот в вопросе гвинейского залива мы ничего делать не будем и в атомном вопросе победила америка счет 21 за свободу и справедливость южно-африканскому союзу совсем задница становится давненько такого не было у них нефтяной вопрос тоже за нами итальянское производство также выигрываем мы свобода и справедливость но что там еще разочек или больше уже нет это конец италия присоединяется к свободному миру сегодня это американские общины в соединенных штатах вспыхнули торжеством поскольку италия официально подписала закон о вступлении в осн в качестве члена несмотря на огромное давление со стороны японии этим шагом итальянский народ нанес отложный удар по осн чё серьезно это скорее по пакту единства потому что усилия по сдерживанию двойной грузы и пакт единства японской сферы сопроцветания да осн приобрела важный плацдарм в европе доступ к суэцкому каналу и доступ к некоторым из крупнейших в мире запасов нефти на ближнем востоке хоть холодная война еще далека от победы она все еще широко распространена чувство среди населения что возможно дело наконец наладилось для сил свободного мира еще один сеющий свет в море тьмы компания в гвинейском заливе абсолютно ожидаемо провалилась стреском скрушительная неудача а вот этот ивент мы зачитаем потому что здесь появится наш главгерой который уже имеет 6 процентов популярности между прочим соотношение экстремумов это чушь собачья чувак до выборов наш президент мог говорить только сегрегация теперь что ничего прошло почти 10 минут пока мужчина изливал свою душу на тихо автобусной остановке в чарльстоне максвелл томас никогда не был из тех кто говорит о политике с незнакомцами но он чувствовал что человек сидящий рядом с ним на скамье признанный коллегой избирателем нпп поймет его разочарование я понимаю тебя приятель в конце концов улес всегда был просто еще одним политиком а ты знаешь что представляют политики я имею ввиду не пойми меня неправильно хорошо он сделал много хорошего защищая свободы правительств штатов и все такое но этот законопроект гражданских правах был кучей дерьма и он должен был исправить этот беспорядок я не хочу чтобы моя маленькая девочка ходила в школу с бандой головорезов вот почему я проголосовал за уоллеса подумать только что он всадил всем нам нож в спину я имею ввиду если так называемые сегрегационисты не смогут защитить наши священные институты то кто же это сделает да мы не можем им доверять однако вы знаете что не так давно я нашел кое-что интересное возможно вам захочется об этом узнать знакомый максвелла поюрзал на стуле и палец в карман пальто чтобы достать маленькую листовку действительно дай-ка мне взглянуть на это максвелл выхватил листовку из рук своего нового друга развернул ее чтобы увидеть рекламу какого-то политического митинга американский национальный авангард мне кажется я слышал об этих парнях но разве они неплохие я тоже так думал пока в живую не услышал что они говорят кроме того уоллес подвел нас так кому еще нам действительно нужно обратиться внимание максвелла привлек его автобус который быстро приближался сложив листовку и положив ее в карман он встал и посмотрел на мужчину что ж похоже мой автобус наконец пришел я запомню что вы сказали черт возьми возможно это наш последний шанс экстремальные проблемы требуют экстремальных решений и популярность йокистов начинает расти а избирательный процесс закончился и немножечко больше стало национал прогрессивных сенаторов 49 штук и 44 из них ультра правые немного зарубежной экзотики республика горбачева после долгих боев объединила московию удачи ему но скорее всего его завалят очень быстро уоллес доигрался со своим концом гражданских прав до кризиса мы вкачали как раз все необходимые фокусы для того чтобы увеличить популярность нашего будущего героя и пойдем потихонечку подкачивать потихонечку до полигонечку нужно вызвать импичмент уоллеса это наша основная сейчас задача протолкнули в конгрессе закон уоллеса сохранение американских национальных традиций движемся дальше но качать насколько я понимаю нам уже ничего не надо понеслась цепочка ивентов про импичмент началось все с одной затеи губернатора фоубуса которая немножко вышла из-под контроля и сейчас придется нам федерализовать и гвардию привлечь вдвшников конечно же во имя добра любви и демократии и понеслась текстовая движуха с трагедией на центральной площади со студентами тень трагедии сейчас видимо будут дальше дилеммы и нам надо выбирать все самые 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 печальные варианты для президента уоллеса а пока нет пока это просто ужасно это конец моего президентства но еще не совсем конец еще какой-то обещают ивент а вот да наш самый темный час сейчас пойдет цепочка расследования сенаторы решат судьбу нашего президента чтобы выйти сухими из воды нужно добивать выживших конечно же как же иначе и ищейки конечно же мы выберем вариант что конгресс ничего не найдет успокойтесь и вакуум студенты дадут показания несколько сенаторов поддержат импичмент детей никогда не говорил а будто я это сделал дают показания еще и гвардейцы опрос обновлены но там нппшники победят почти везде сотрудники дают показания конечном итоге палата представителей решает направить статьи об импичменте проклятые преступники в доме и если сенат хочет войны он ее получит наш день в суде начинается судебное разбирательство что же мы выбираем есть риска разница между нацгвардией и уоллесом или же вина лежит на действиях и без хозяйственности местных или же следует отметить что протестная группа буа незаконной и таким образом получила полное действие закона но конечно же последние уоллес победил в этом бою но всего одно очко получил итак посмотрим что будет дальше наше время сражаться разумеется опять же будем проталкивать анонимного сотрудника он оказался несостоятельным в то время как первый лейтенант выдвинул тезис о независимом командовании еще сенаторы предложат поддержать импичмент наш номинант верховный суд либераха или консерватор но консерватора возьмем колокол звонит волки на охоте собрания нам никакие не нужны и снова дилемма дискуссия демократах в этот раз снова придется брать последний вариант дискуссия демократах произойдет события госсудьбы не будем играть с огнем демократы нам не помощники и так уоллес ждал вся команда ждала ждал весь его кабинет и наконец увы мы заблудились нппшники станут раздроблений и американское общество еще больше станет раздроблений по той простой причине что уоллеса взяли и скинули объявили ему импичмент и временным президентом станет и некто лимей вот он тюртис лимей соответственно фокусы у лимея появились вот такие вот праймерис избираем своего кандидата на президентских выборах и это будет goldwater по одной маленькой причине помните вятку когда за бургундию гоняли так вот вятки ведь было древо фокусов тогда goldwater sky аж заинтриговала меня что ж там такое есть что даже в вятке иногда такие фокусы возникают поэтому выбрал именно его ну и на всякий случай мало ли победят нппшники маргарет чейз смит будет выдвигаться тихая женщина из штата мэн больше не тихая что что ли мэй сдал назад взял упредал у уоллеса но увы так надо потому что так надо йокки будет счастлив такого вот в скобочках нет именно поэтому он захочет пойти к власти именно поэтому мы выбрали умеренные корни они продолжение дела уоллеса остается немножко подождать когда изберут нашего президента ну и также british уплывает в принципе british нам и не надо но еще маленькая интересность нами наводил контакты некий борис ельцин из западной сибири звучит неплохо скажем мы согласны посмотрим что получится итоги выборов 1968 и все-таки 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 несмотря на то что у голду от а были большие достаточно таки шансы взять и победить и все-таки в ряде регионов нппшники превысили подавляющим числом голосов голду от а поэтому у нас будет женщина президент смит но с ней тоже можно будет привести йокки так что все нормально ждем ее инаугурацию и в продолжении вента с ельцином мы разрешили запсибовцам учредить консульство в вашингтоне ну и какой же ельцин без самого главного атрибута то своего две рюмки они даже не заполнены до краев а в сенате между тем победили республиканцы и демократы сейчас они контролят сенат что ж день инаугурации поздравляем нашу женщину вождя и приветствуем ее все до единого власти приходит ультра правая маргарет чейз смит со своими фокусами довольно таки обширными но снова тут придется качать далеко 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 не все и вот в догоночку еще международный ивент желаем удачи маги смит наш дом разделен и придется сделать свой осознанный выбор и что же решить поговорить с харрингтоном с уоллесом или попробовать и рыбку съесть и куда-то еще там сесть и выберем мы в этой ситуации харрингтона надо вкачать его фокусы чтобы еще больше разозлить йокистов и еще интересная новость из испании пришла там победили республиканцы либерахи и мы можем присоединить их к своей экономической сфере глаза повсюду и оказывается имеются ивенты у американцев касаемо полуфинальные битвы за россию на западе сцепились как-то республиканцы с комиссариатом временным западно русским ну а президент сша сказал тут пишут именно сказал пусть дерутся почему потому что видимо не ожидали разрабая данного мода что мы тут с вами чейз смит приведем и аналогичный ивент по поводу востока тоже есть пусть дерутся но еще один интересный винтик ворман потребовал чтобы мы шпиера выдали им но конечно же не выдадим всего хорошего ну и как же у нас без рейдов в обитель о гб ты еще не придумали обычный рейд продолжаете о и сейчас еще забыча точно точно уже там примерно в это время должен быть месяц прайда когда голубки бунтуют но мы сейчас будем пожестче конечно пацифика это не одобрит а вот это что нам нужно мы теряем контроль сейчас возможно нам какие-то еще фокусы дополнительные выдадут не прямо сейчас но попозже разрушение вот до чего все дошло да все разваливается на части ну и как не трудно догадаться мы пойдем качать сейчас вот эти фокусы где партия разваливается все разваливается на части и конечно же конечно же конечно же пойдем по пути легкого касания ну а дальше будет дилемма там надо будет по ситуации смотреть решать вроде бы скоро же еще будут сезонные какие-то выборы с депутатами у нас почти референс на троцкого шпира замочили оскорбление для америки путь вперед время выбирать что же мы будем делать с вами конечно же наш естественный враг это японцы посему план томпсона обвинить японию мы поймем его и хвост начнет вилять собакой в кое веке нас посетил ивент с юки если мы хотим защитить америку то не можем заниматься полумирами уже нет по толпе пробежал одобрительный ропот наши враги считают нас слабыми потому что мы свободны но они путают свободу с мягкостью ропот согласия становился все громче японцам слишком долго сходили срок убийства и оккупация по сути это конфликт между двумя лесами и японские дикари думают что могут снова победить стереть в порошок американский народ уничтожить наших мужчин и опустошить наших женщин к черту и пушек заявил кто-то в толпе президент смит о я во многом не согласен с этой женщиной во многом но даже сломанные часы дважды в день показывают нужное время толпа перешепталась им не нравилось смит 24 часа в сутки американский народ как народ они как партии или политики должен говорить одним голосом и с одной целью уничтожить японскую грузу где бы она ни находилась только тогда мир станет безопасным для американского народа сильные слова демагог такой у нас юки по вызову солнце заливало овальный кабинет и все было прекрасно президент смит поправила груз на блузке и потягивая кофе принялось листать утренние газеты пожертвования на нпп росли призывы в армию росли нпп держалась в конгрессе хотя и с трудом пока повестка дня была связана с обороной они все еще голосовали вместе она старалась не думать обо всех законодателях нпп которые только что сделали переход к республиканцам она старалась не думать о своих грызущих сомнениях когда читала протестах и парамедиках все в порядке сказала она себе америка тянула в том же направлении черт возьми даже союзники америки тянули в том же направлении томпсон был прав все что нужно было америке это враг поболее перед ее мысленным взором помелькнула картина горящего здания и именно жертв таичи и мьёко каморро семья из двух человек рыв толпы подстегиваемые и ложью вернулся все в порядке сказала смит ее руки слегка дрожали должно быть это из-за кофе она должна была оставить эту гадость зазвонил телефон и смит чуть не подпрыгнула прежде чем ответила это фрэнсис паркер йорки мадам президент танец с дьяволом в бледном лунном свете это был последний ивент веточки из кризиса мы вышли на все правильно и можем дальше идти получать избирателей чтобы выйти в более совершенный союз а потом 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 сейчас посмотрим что будет потом потом будут вот эти вот фокусы с защитой народа а вот и случилось то что должно было произойти начнется сейчас кризис с японской империи потому что взяли и избили самолет с министром баруны джином стеннисом начнется дипломатический кризис да пусть земля ему будет пухом дерзость генев и тревога но эпично конечно видеть японские войска уже готовые на нас напасть но америка однажды отступил и в этот раз мы не позволим этому случиться снова восходящее солнце не отступает мы будем продолжать блеф они должны сломаться в любую минуту тихо океанская стена если мы сейчас отступим то проиграем будем дальше обострять дэвкон 2 конечном итоге но ради нации в этот раз придется нам конечно сдать назад юки получит огромную прибыль за счет упнпп и сенаторы перейдут на сторону юки результаты выборов в сенат объявлены прогнозы скрыты изменю решений юки 22 процента имеет уже популярности на фоне всех остальных он гораздо круче ну вот честь смит может еще немножко пободаться остальные не не ну и по штатам кое-что демократы потеряли выиграли республиканцы а так в целом вроде бы ситуация осталась ну как статус-кво можно так сказать и появились даже два йоркиста в сенате видимо так и задумано что правило большинства в сенате он иметь не будет как случае с трампом было что будет юки пытаться видимо шизу какую-то творить ему сенат постоянно будет палки в колеса вставлять помните в эст индия когда-то решил остаться единой несмотря на потеря майки так вот сейчас она все-таки окончательно развалилась чертовски жаль не забываем также о наших связях с российской федеративной республикой снова к нам приехал ельцин связи там нетрудно догадаться что он будет делать конечно же бухать ну а мы будем надеяться что первое впечатление будет хорошим дип отношения у нас установлены с ним хорошие и 20 сентября 1971 пришли новости из россии русские не стали воевать русские объединились ельцин объединился с кем-то там в томи по моему с хармсом но точно не помню кто бы мог себе представить демократическую россию ельцинскую демократическую россию воссоединение россии человек должен жить как огромное яркое пламя и гореть так ярко как только может в конце концов он сгорит но это гораздо лучше чем жалкое маленькое пламя как сказал некто борис ельцин конец прошедшей эпохи последний избирательный процесс на сегодня 2 класс сенаторов конечно же за нпп будем голосовать ну и президентские выборы скоро нам дадут выдвинуть нашего героя о прикольно понес поздний контент до которого я обычно не доигрываю когда гоняю за россию посему для меня интересно на туркистан напали таджики еще киргизы напали на туркистан небось нам еще какие-нибудь фокусы на этот счет дадут а может и не дадут там что-то связанное с нефтью было решили они а вот это прикольно ясно понятно но тут конечно замесы эпичные вот таджик особенно круто выглядит но и из туркистанского легиона мужик тоже на стиле по америке начинает бродить призрак социализма поскольку нпп начинает прогибаться и активизировались черные пантеры приближается красный рассвет алексей под это закончилась немножко печально посмотрим как получится тут пошел премьерис республиканцы демократы выдвинут макнамару за процветание или макгуверна но мы выберем макгуверна потому что сторонники макгуверна этого очень боятся и республиканцы демократы возможно некоторые тоже ну а кто пойдет от нпп я думаю вы и так знаете да здравствует наш новый вождь закончились президентские выборы наконец-то и все-таки нпп побеждает выборщиков гораздо больше до избирателей тоже проголосовала довольно таки много больше чем за республиканца так что всем заткнуться и не слышу телека сейчас произойдет и вентик до день выборов 1972 года президентом избран йоки но фокусы пока у смит через два месяца инаугурация состоится и собственно мы сможем привести к власти того самого йоки и в сенате тоже закончилась избирательная гонка 41 национал прогрессивный и йокистов уже не 2 и 15 но все равно республиканцы и демократы превалируют как ни странно на юге даже республиканец какой-то сидит инаугурация йоки нация замерла в шоке спецназ выстроился на улицах вашингтона укроп колумбия а франсис паркер йоки поднимается по ступеням здания капитолия соединенных штатов чтобы принести присягу в качестве президента окруженный беспокойными агентами секретной службы новый лидер национал прогрессивной партии уверенно шагает к трибуне несмотря ни на что его планы осуществились и америка ждет его слов те кто окружает трибуну имеют меньше отличий чем ожидалось для инаугурации такой важности рдп байкотировали его присягу и большая часть из его собственной партии тоже отказывается присутствовать иностранные наблюдатели также заметно редки за исключением небольшой делегации из рейха что делает список гостей в основном состоящим из его самых ярых сторонников луис далафайет ошберн руководитель предвыборной компании йоки улыбается в камеру когда загадочный геральд кит томпсон ловко избегает их недавно приведенный к присяге вице-президент луис байерс прижимает руки и раздает автографы доброжелателям в коричневых рубашках упиваясь победой своего кандидата в то время как пресс-секретарь уиллис карто и председатель первокурсников фред хантли ведут беседу адмирал джон кроме лин властным взглядом обшаривает толпу в поисках опасности толпа состоит из трех частей во первых есть те кто симпатизирует кандидату который преодолел десятилетия борьбы чтобы достичь этого момента и хочет видеть америку сформированный в его виденье во вторых те кто воспользовался своими правами по первой поправке опасаясь что их могут лишить до следующей инаугурации наконец тонкая линия капиталистской полиции разделяет две группы крики протеста и приветствия перекрывают друг друга по мере того как йоки поднимается шум только перерастает в бурю недовольства поднимающиеся вместе с ветром который трепещет на страницах его речи верховный судья протягивает докладчику книгу империум шедевр йоки в области геополитики и теории культуры под презрительным взглядом побежденного судьи положив одну руку на книгу он повторяет клятву президент убирает руку поворачивается к толпе и начинает говорить американская мечта не придет к уснувшим и о боже бы больше не последний бастион свободы какой ужас всеобщее разложение принципов и нравов несомненно опрокинет свободы америки больше чем все силы общего врага сами у адамс сказал это случилось здесь и фокусы чет какие-то маленькие фокусы но в принципе да и ладно можно их посмотреть по описаниям и на этом серию закончить потому что много всего в этой серии произошло действительно множество всего голопом по европам я бегал чтобы в конечном итоге дойти до йоки к . повторюсь не очень большая из-за той простой причины что она просто как параллельно остаточным сериям бразилии а этих осталось в принципе то немного всего две штуки посему вот так долго и упорно ушел конечно к власти множество лет 11 если быть точным и таки до шоу 26 процентов популярности имеет наш фрэнсис паркер йоки на этом как раз я серию закончу с вами как всегда был метро подписывайтесь на мой канал где все делается с душой ставьте лайки если вам себя понравилось всего доброго увидимся в продолжении она обещает быть интересным и помните что все самое интригующее еще впереди thank you guys